Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Бывшая казахстанская фигуристка Элизабет Турсенбаева сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алматы. Объявлен набор в группы с 1 января 2023 года. Турсенбаева, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер чемпионата четырех континентов и универсиады. Учениц Этери Тутберидзе завершила спортивную карьеру в 2021 году. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко наградил учеников своей академии за успешное выступление на этапах Гран-при России по фигурному катанию. Софья Муравьева, уступившая на этапе в Перми Елизавете Туктамышевой, получила награду как победительница соревнований. Соня получает в виде премии 30 тысяч рублей, у нас столько получают за первое место, ты для нас этот Гран-при выиграла, сказал Плющенко. В Дохе состоялась премьера российского ледового шоу Татьяны Навки с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Мероприятие прошло на ледовом катке, расположенном в одной из фан-зон чемпионата мира по футболу. Спектакль будет проходить до 10 декабря. Щербакова будет принимать в нем участие до 5 декабря. Тренер Александр Жулин поделился мнением о том, вернется ли Анна Щербакова к выступлениям на соревнованиях. Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам. Все-таки она добилась высшего достижения в фигурном катании, выиграла игры в Пекине. Где ей теперь брать мотивацию, чтобы выдерживать жесткую конкуренцию даже на внутреннем уровне. Тем более она яркая девочка, ей хватает предложений по разным интересным проектам, где она может проявить себя в новой роли, сказал Жулин. Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о том, возобновит ли Анна Щербакова соревновательную карьеру. Мне бы не хотелось, чтобы выводы были преждевременными. Но видя, как у нас они активно участвуют в различных проектах, в том числе на Первом канале, складывается ощущение, что она немного переключила свою деятельность. Кажется, что сейчас это занимает огромную часть ее времени. Она понимает, что для подготовки к чемпионату России необходимо все отодвинуть на сто процентов, она себе это позволить не может. Возможно, есть какие-то обязательства, но это лишь мои предположения. А не у нас, олимпийская чемпионка, принимать участие в соревнованиях, будучи не совсем готовой, она в силу своих амбиций не хочет, не может и в принципе даже не имеет права. Если человек такого уровня выходит на старты, то он должен это делать с претензией на победу. Мы можем только надеяться, что она еще будет кататься. В любом случае нужно уважать решение спортсмена. Она девушка молодая, поменялись правила, возраст отодвинули. Поэтому нет ничего недостижимого в плане ее возвращения на серьезный уровень. У нас есть пример Ирины Родниной, которая брала паузу в связи с рождением ребенка и возвращалась. Прецеденты в истории с возвращением были, какой путь будет у Щербаковой, невозможно предугадать, сказала Гончаренко. Тренер Сергей Давыдов высказался о перспективах фигуристки Марии Гордеевой. Спортсменка владеет четверными с Альховым и Тулупом. На этапе Гран-при России среди юниоров в Перми заняла четвертое место. Маше хорошо короткую программу надо катать. Цели большие, у ее организма просто великолепные возможности, мы их используем. Что касается сходства Гордеевой и Софьи Самоделкиной, они же тренировались у одного тренера, учились, техника похожа в любом случае, сказал Давыдов. Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась мнением о выступлениях Александры Трусовой в текущем сезоне. У нее спросили стоит ли тревожиться, что Александра Трусова проиграла два этапа Гран-при. Она снялась с прыжкового турнира, я надеюсь по причине того, что будет усиленно готовиться к чемпионату России, что, наверное, правильно, борьба-то будет хорошая. Будем надеяться, она восстановит, может быть, парочку четверных, чтобы было чем бороться и все получится. Она девочка талантливая, просто постолимпийский сезон, самый сложный. Ей нужно заново себя раскочегарить, пока, видимо, не удалось. Но мне кажется, не надо терять надежды, надо просто подождать. Я думаю, у нее все получится, потому что у нее боевой характер. Именно на характере она может вывести все это. У нее короткая программа, очень классная, неординарная, как и сама Саша, на нее очень хорошо этот образ ложится. Тут катайся чисто и будешь получать хорошие баллы. Произвольная программа у нее очень сильная, это та программа, в которой нельзя допускать никаких погрешностей. Она смотрибельная в том случае, когда исполняется чисто. С любой программой, конечно же, так, но здесь есть упор нам музыку, I believe I can fly, это вообще в точку для нее. Если допускать в этой программе много ошибок, она не будет смотреться так, как хотелось бы, сказала Леонова. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о физической форме Александры Трусовой в текущем сезоне. Трусова, слава богу, здорова, у нее просто меняется тело. В связи с тем, что сейчас нагрузки не такие сильные, как были во время подготовки к Олимпиаде, организм тут же взял свое. Вы сами видите все эти возрастные изменения. Тут два варианта, либо она борется, либо она отпускает ситуацию, все будет зависеть только от нее. Судя по тому, что она участвует в стартах и не брала официально никакой тайм-аут, значит, она пытается со своим телом житься. На втором этапе Саша уже выглядела лучше, чем в Сочи. Видно, что процесс идет, но я думаю, ей будет очень непросто. Она у нас девочка целеустремленная, поэтому должна весь свой характер направить в нужное русло, сейчас важно ее поддерживать психологически. Что касается того, исполнит ли Трусова еще когда-нибудь пять четверных прыжков. Если не забегать на много лет вперед, а взять ближайший сезон, то пять четверных — это уже история из области фантастики. Один-два квада сделает уже хорошо, это ей по силам, если она приведет свое тело в порядок, — сказала Гончаренко. Марк Кондратюк показал трогательный визит Александры Трусовой к нему в больницу. Кондратюк проходит процесс реабилитации в одной из столичных клиник. «Мой навеститель», — написал Кондратюк, — оба фигуриста занимаются в группе Светланы Соколовской. Спортивный арбитражный суд изменил пресс-релиз о регистрации иска Всемирного антидопингового агентства ВАДА к российскому антидопинговому агентству РУСАДА и фигуристке Камиле Валиевой. Теперь в тексте указано, что слушание по делу Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА переносили один раз. В первом варианте релиза говорилось о неоднократных переносах слушания. В апелляции ВАДА потребовало от спортивного арбитражного суда признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать ее на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря 2021 года, а также лишить золотой медали в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что фигурист Марк Лукин перешел к ней в группу. 28 ноября стало известно, что Лукин покинул Академию Евгения Плющенко, где тренировался с прошлого года. К Плющенко фигурист перешел от Этери Тутберидзе. В текущем сезоне на этапах Гран-при России среди юниоров в Самаре и Перми он занял 12-е и 13-е место. «Да, Марк Лукин будет у меня тренироваться, будем смотреть, пробовать, работать», — сказала Буцаева. Также она сообщила, что Алексей Ерохов не выступит на чемпионате России по прыжкам. Ерохов занял второе место на этапе Гран-при России в Сочи и стал четвертым на этапе в Перми. «Леша Ерохов перед этапом в Перми болел, у нас было буквально несколько дней для того, чтобы хоть как-то восстановиться. Приехав из Перми мы поняли, что он еще не до конца долечен. Надо сейчас долечиться и готовиться уже к чемпионату России», — сказала Буцаева. Стали известны составы команд на чемпионат России по прыжкам, который пройдет 3-го и 4-го декабря в Санкт-Петербурге. От команды Евгения Плющенко выступит Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский. Команду Алексея Мишина представят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфулин. Команду Этери Тутберидзе представят Камила Валиева, Софья Катьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Болельщики недосчитались фигуристки из группы Этери Тутберидзе и заметили отсутствие в заявке Адели и Петросян, которая, как сообщалось, вернулась к тренировкам после травмы. Поклонники фигурного катания обеспокоены из-за того, что спортсменка пропускает турнир, но надеются, что у фигуристки все хорошо и она просто в спокойном режиме готовится к чемпионату России. Петр Гуменник также примет участие в чемпионате по прыжкам, об этом сообщила мама фигуриста. Петя собирается выступить, — сказала Елена Гуменник. Полный список участников пока не назвали, известно, что общий призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей. Расписание соревнований на ваших экранах. В прямом эфире состязание покажет официальный сайт Первого канала.